Привет вам! Привет вам! Вы знаете, этого они уже есть. Возможно, что вы не родились, так сказать, в рубашке, но вы родились с удивительным будильником в голове. Большинству из нас трудно судить о течении времени с какой-то мерой точности, когда мы не спим. Но когда мы спим, дело обстоит иначе. Когда мы начали исследование этого предмета здесь, в лаборатории, мы думали, что он будет интересным. Но мы не представляли себе тех сюрпризов, которые ожидали нас. Первый шаг в любом научном исследовании – это проверка общих сведений о предмете. С целью определения того, что уже известно, и что другие уже сделали в этой области, в данном случае это было изучением того, как и почему мы спим, и какую роль играет наш мозг в этой жизненной функции. Много внимания было уделено изучению вопроса сна. Долгие годы было принято считать, что у нас в мозгу есть сонный центр, механизм, который усыпляет, когда нужен нам отдых. Но годы самого тщательного изучения не помогли обнаружить и малейшего следа такого механизма. Ученые не нашли центра сна. Вместо этого они нашли возбудительный центр. Будящий механизм. Помещенный в подбугорье, глубоко в мозгу, на верхушке мозгового стержня. Это приводит к поразительному заключению, что нормальное состояние человека – это сон. Он просыпается тогда, когда будильник в голове звонит. Чтобы оценить эту функцию человеческого мозга, полезно понять хотя бы чуть-чуть фантастически сложный механизм внутри нашей головы. Человеческий мозг в основном – электрический прибор. Когда электрическое оборудование работает, оно окружено магнитным или электрополем. Вы не можете его видеть, чувствовать или слышать, но оно есть. Простой виток проволоки, присоединенный к мощному усилителю, может поймать и усилить невидимое поле окружающий мотор. Когда мозг работает, он выпускает весьма сложный образец электроволн. Хотите послушать, как работает мозг? Слушайте. Тихо, не правда ли? Это потому, что волны человеческого мозга не могут быть пойманы таким прибором. Наука имеет приборы, могущие улавливать и записывать нежные пульсирования человеческого мозга. Тонкие электроды прикрепляются к голове таким образом, что они могут улавливать электрические сигналы восьми основных частей мозга. Пациент уложен удобно и расположен ко сну. Провода от электродов ведут в соседнюю комнату, где находится инструмент, который называется электроэнцефалограф. Сигналы усилены в несколько миллионов раз и потом записаны на графическом рекордере. Каждая, подверженная изучению секции мозга, присоединена к соответствующему каналу рекордера, где происходит постоянная запись электрического действия мозга. Совершенно новая отрасль медицины развилась в связи с объяснением этих записей. На первый взгляд записи электроэнцефалографа кажется безнадежной путаницей, но подготовленный наблюдатель находит в ней значительные данные. Больной или поврежденный мозг покажет запись, которая ничем не похожа на запись нормального мозга. Электроэнцефалограф дает нам довольно много данных о будильнике у нас в мозгу. Вот это типичный рисунок сна. Волны длиннее и медленнее, чем когда мы не спим. И у них всегда есть так называемые скачки шпинделя. Вот тут пациента разбудил шум в комнате. Хлопок в ладоши. А это типичный рисунок бодрствования. Тут же снова пациент спит. На этот раз был включен свет, и он разбудил пациента. В этом случае пробуждение было потрясающим, сопровождаемым движением мускулов, что нарушило нормальный рисунок. И так из всего этого ясно видно, что наша будильная система связана с чувствами. С ушами звук будет нас, с глазами свет, и с другими чувствами, потому что у нас будет голод, боль. Если мы тронем горячий предмет, немедленно мозг получит сигнал и пошлёт ответ. Убери руку, горишь. Сигнал от пальца идёт по руке к мозговому стержню. И тут он разделяется. Главный путь ведёт прямо к мозгу. Но побочный путь ведёт через возбудительный центр к мозгу. И так со всеми нашими чувствами. Главный путь прямо к мозгу. И побочный путь ведёт через возбудительный центр к мозгу. Если бы не это чудесное условие, сон был бы для нас весьма опасным. Мы были бы совершенно отрезаны от мира вокруг нас и крайне беспомощны. Теперь некоторым из вас хочется спросить, почему вы называете все это будильником? Разве это не сигнальная система, связанная с чувствами? Весьма очевидно, что будильник это не только звонок. Нужен прибор, ведущий счет времени. Прежде чем мы установили наличие от считывающего времени прибора в человеческом мозгу, нам пришлось исключить то, что мы называем привычкой. Мы все переживали пробуждение в обычный час даже на праздник, когда можно было бы поспать дольше. Мы объясняем это так. Видите ли, мы привыкли просыпаться в этот час. Но тут замешаны такие факторы, которые нельзя объяснить привычкой. Недавно я побывал на другом полушарии. В течение месяцев у меня были часы, но не было будильника. И все же я, к моему удивлению, заметил, что могу просыпаться в любой час почти точно, если сосредоточу свои мысли на этом часе перед сном. Ведь это не привычка. Я был на полсвета от дома. Мои дни и ночи были совершенно перевернуты. И время моего пробуждения менялось ежедневно. Прибор, ведущий учет времени в мозгу человека, мог быть единственным логическим объяснением. Эта способность просыпаться в определенное время без помощи извне не совсем необычна. Только она требует необычных обстоятельств и необычных стараний, когда мы хотим обнаружить ее в нас. Исследовательский отдел при научном институте Муди собрал данные для этой схемы. Тут собраны результаты 432 отдельных экспериментов, совершенных семью известными психологами. Часы пробуждений были взяты наугад, чтобы исключить привычку. Полосы влево от центра означают ранние пробуждения. А эти справа поздние. Высокий процент полного успеха, казалось, должен быть окончательным. Известен случай с человеком, который после пробуждения от сна мог всегда определить время до минуты. Такая способность это большая тайна. Но она наводит на мысль о том, что в глубине человеческого подсознания есть что-то, что отбивает секунды, регистрирует время с удивительной точностью. Мы настолько привыкли к почти чудесным вещам, происходящим в теле человека, что нас уже ничто не удивляет. Мы, естественно, ожидаем великих проявлений от чудесных существ, каким мы скромно себя считаем. Если у нас и были такие взгляды здесь в научном институте Муди, то в последнее время они полностью рассеялись, когда мы нашли другие живые будильники. Но позвольте рассказать вам об этом. Однажды два фотографа научного института Муди находились за городом Уайтсульфур Спрейнг в штате Вест-Вирджиния. Как только зашло солнце, произошло что-то необычайное. Вся местность неожиданно наполнилась странно выглядящими насекомыми. Их не было накануне, не было в прошлом году, и даже местные жители, которые жили там много лет, не помнили подобного посещения. Что это за насекомые? Откуда они появились? И все они ползут почему-то вверх. Куда они ползут? Вскоре выглядящие неуклюже насекомые останавливаются, словно все заметили таинственный сигнал, говорящий, что тут предел. Своими безобразными лапками они ищут место, за которое можно зацепиться. То ли на коре дерева, то ли на самых крайних листьях. Тут происходит что-то чудесное и таинственное. И хотя это один из самых распространенных феноменов природы, вы удивитесь, сколько людей никогда не наблюдали в действительности это драматическое, внушающее благовение событие. Это чудо метаморфоза насекомого, его превращение из привязанных к земле куколки в прекрасные летающие насекомые. КОНЕЦ Мягкое, влажное тело насекомого освобождено теперь от пелены прежней оболочки. Несмотря на прекрасную кремовую окраску, большие красные глаза и черный, как ворон, по метке на плечах, взрослый цикадо выглядит как-то непрезентабельно. Дополнение крыльев изменит тело. По мере того, как крылья наполняются, они превращаются из непригодных сморщенных комков в прекрасные прозрачные крылья, способные летать. Нельзя не поражаться, глядя на это прекрасное и в то же время практичное строение крыльев с остовом из сосудов для прочности и хрупких перепонок для легкости полета тяжеловесного насекомого. За несколько часов смертельная белизна нового насекомого становится блестящей коричнево-черной. В то же самое время мягкая внешняя оболочка твердеет и становится прочным защитным внешним панцирем. И все это произошло в течение одной ночи. Началось все с ползущей на дерево куколки и окончилось зрелым насекомым, снабженным щитом, маскировкой и крыльями, готовым к серьезностям жизни. Наступает рассвет, тучи насекомых, спешащих взобраться на деревья, исчезли, но к середине утра новый звук нарушает спокойный шепот леса. Этот звук издает только один род насекомых, цикада. Если вы когда-нибудь жили на востоке Соединенных Штатов, возможно, вы его слыхали. Но больше всего поражает, однако, то, что такой малый насекомый может делать так много шума. В соотношении с его весом оно, пожалуй, самое шумное насекомое в мире. Только самец производит звук и действительно обладает органами, способными делать шум. При сгибании этой формы получается звук. Игрушечный сверчок построен так же. Издающий звук аппарат цикады действует по тем же принципам. Мы сконструировали точную модель самца цикады, но в 15 раз больше живого. Мы снабдили его съемными частями, чтобы нам можно было проверить его звуковой аппарат. Звуковые органы расположены возле соединения брюшка с грудной клеткой. Вот это главные звуковые барабаны или тембралы. Их укрепляют многочисленные ребра. Звук издается, когда барабанные перепонки затягиваются туда и обратно вот этими мощными мускулами. Звуку придается характерная особенность пустым брюшкам, которые действуют как резонатор и вот этими звуковыми зеркалами. Когда барабанные перепонки начинают щелкать 8 тысяч раз в минуту, тогда много шума. Это тихая дача, где можно укрыться от шума и суеты города. О, да? Не забывайте шумливого господина цикаду. Непрерывный шум в верхушках деревьев, а на земле внизу куча обломанных веток. Это две вещи, неизменно сопровождающие цикад. Самец делает много шума, но что касается обломанных веток, это уже вина самки цикады. Ветки деревьев буквально покрыты дырами, сделанными ее яйцекладом, то есть органом кладки яиц. Яйцеклад сверливается в ветку так, как будто она сделана из пластилина, и впускает яйца в пустую скважину под защиту прочных волокон дерева. Удаление верхнего слоя дерева обнаруживает яйца цикады, аккуратно положенные двойными рядами. После того, как самка положит от 200 до 600 яиц, ее назначение исполнено, и она умирает. Кажется маловероятным, что такое деликатное насекомое, менее дюйма длиной, сверливается в дерево с такой легкостью. Вот оно, прекрасно придуманное секретное оружие, которое делает это возможным. Заостренные концы яйцеклада снабжены зубами, как у пилы, и переменным движением они буквально пропиливают себе дорогу в твердую древесину. Яйцеклад, сильно увеличенный в разрезе, обнаруживает прекрасную в механическом отношении структуру. Две наружные части оканчиваются зубами пилы. Центральная часть служит опорой. Сцепляющиеся соединения помогают двум пилам двигаться плавно взад и вперед и укрепляют и поддерживают всю их длину. Это пустое место в центре является трубкой, по которой проходят яйца. Это один из самых прекрасных механических приборов во всей природе. Он чудесно приспособлен для своего дела. Так что пока папа цикада наполняет воздух своими хриплыми звуками, мама наполняет ветки яйца. То рвение, с которым она берется за дело, наводит на мысль о том, что это и есть ее конечное назначение жизни. Через несколько недель шумный медовый месяц кончается, жизненные функции добросовеста исполнены, и одна за другой цикадой падают на землю, в то время как огонек жизни в них мигает и гаснет. Они исчезли так же неожиданно, как и появились. Будущее этого вида полностью сокрыто в яйцах, положенных в тонкие ветки деревьев. Через шесть или семь недель начинает шевелиться жизнь. Новые личинки сбрасывают себе яичную оболочку, падают на землю и вкапываются в нее, чтобы оставаться там 17 долгих лет. Более 200 лет научного исследования показали, что цикада это библейский мафусал мира насекомых, ибо она живет дольше всех других насекомых. Личинка цикады живет одна в подземном ходу на глубине в несколько футов. Когда 17-й год ее существования приближается, личинка цикады пролазит вверх и останавливается на полсантиметра от поверхности, где она ожидает таинственного внутреннего побуждения. Как только зайдет солнце в назначенный день, многие миллионы цикадных будильников засвенят по всей восточной половине Соединенных Штатов. В ответ на этот сигнал цикады выползут из своей мрачной темницы. Ровно 17 лет тому назад их родители исполняли ту же роль на том же самом месте. Становится неловко, неправда ли? На фоне этой способности исчислять время у цикад наш умственный будильник выглядит застаревшим. В этом месте нашего исследования нам показалось, что мы стали на путь важной истины. И мы решили продвинуть исследование еще на один шаг. Дальше в область химии. Некоторые химические реакции происходят моментально. Это глицерин. Выглядит вполне безвредно. Но если смешать его с азотной кислотой, он начинает нервничать. Это нитроклицерин, а с ним шутки плохи. Возьмем немного перманганата калия. Насыпем его в тигель. А теперь прибавим глицерин. Готовы? Разочарованы? Но реакция все же происходит. Так же, как вот и здесь. Только медленно, вот и все. Видимое подтверждение химической реакции в перемене цвета. Добавим немного кислого натрия в воду. И немного фенолфталинового раствора. Ярко-розовый цвет характерен для этой реакции. Ртутно-хлорида-калийной иодийной реакции весьма интересна. Ртутный хлорид находится в большой мензурке. Здесь раствор калиста иодида. Сначала немного калиста иодида. И у нас получается очень вкусной осадок. Оранжево-желтого цвета. И вот тот калиста иодид, который образовал осадок. И он сразу очищается. При достаточно правильном знании положения вещей возможно предсказать не только, что произойдет, когда известные химикалии будут смешаны, но и когда. Классический опыт нахождения крахмала весьма прост. Немного простого иода. Чуточку стирального крахмала. Слабый раствор иода. И при таком соединении мы имеем характерно темно-синий цвет иодокрахмальной реакции. Изменив этот опыт немного, мы прибавим еще одно измерение к реакции. Время. Мы снова употребим иод и крахмал. Но на этот раз иод будет в виде иодистой кислоты. И 2О5. А к крахмалу мы прибавим немного сернистой кислоты. H2SO3. Но, чтобы хорошенько смешать химикаты, мы возьмем и сильно взболтаем их. Добавим крахмал. Помешаем еще. И ничего не выходит. Но мы не предотвратили реакцию. Мы только немного отсрочили ее. Следите за раствором внимательно. Это не было случайно. Это случилось точно вовремя. Через 17 секунд. Так были смешаны химикалии. Хорошо, повторим наш опыт. Но возьмем больше времени. Скажем, 26 секунд. Соответственно, нашим числам для этого нужны 85 миллилитров крахмального раствора. Отмерим это осторожно, насколько возможно в данных условиях. Кажется, достаточно. Мы снова взболтаем наш раствор. Добавим крахмал и пустим сразу же часы. Это фотоэлектрическое реле. Им управляет луч света, проходясь сквозь жидкость. Если луч света будет прерван, часы остановятся. И когда произойдет химическая перемена, она остановит часы и отметит время реакции автоматически. Вот смотрите теперь. Видите? Ровно 26 секунд. Интересно наблюдать за этими часами и восхищаться ими. Но как объяснить их? Как вы объясните будильник человеческого мозга? Можно сказать, что человек – существо с удивительно развитым умом. А как же цикада? Хотя нам довольно неловко, но, вероятно, она тоже умна. А что же с химикатами? Тоже умны. Ясно, что это неверный ответ. Переходя от химикатов к цикадам и человеку, мы поднимаемся вверх по шкале разума. Интересно отметить, однако, что поднимаясь по шкале разума живых существ, мы также спускаемся по другой шкале. В шкале точности и надежности. Умственный будильник человека менее надежен, чем у цикады, но даже цикада отстает от химикатов. Химикаты заслуживают полного доверия, потому что они вполне подчинены законам Бога. Задумывались ли вы над тем, каким был бы наш мир, если бы химикаты не были надежными? Я бы с ужасом входил в химическую лабораторию, чтобы сделать опыт. Если бы поведение химикатов не было надежнее поведения людей, мы бы не могли проглотить глоток воды или дышать с чувством безопасности. Наше счастье в том, что химикаты послушны законам Бога. Ну а человек? Подчинение этих химикатов законам Бога слепо и непроизвольно. У человека же есть разум, воля и Богом данная свобода выбора. Он может подчинить свою волю воле Бога или отвергнуть Бога и идти своим путем без его закона. Но разумно ли для человека быть непослушным Богу, создавшим его, разве это признак ума? Некоторые так думают. В уголовном мире, состоящем из нарушителей человеческих законов, непослушание закону иногда считается признаком отличия, а послушание признаком слабости. И теперь есть часть интеллектуального общества, которой кажется, что послушание Божьим, нравственным и духовным законам это признак слабости. И что простая вера и смиренная покорность его воли каким-то образом интеллектуально унизительны. И все же из глубины веков до нас дошел тихий голос, который говорит, я пришел не творить мою волю, но волю пославшего меня. В наш век, когда некоторые обожествляют человеческий разум, есть такие, которые говорят, не доверяю никому, кроме себя. Буду следовать своему разуму, куда бы он не повел меня. И снова тихий голос. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. В наши дни люди с орвением ищут разрешение своих проблем. Но не первым ли шагом должно быть знание сути их? И я подумал, может быть, проблема вот тут перед нами в том, о чем мы говорили? В отличие от химикатов, человек имеет свою волю. Он может принять законы Бога или отвергнуть. Здесь две жидкости. Это вода, это смертельный яд. Я имею власть выбирать. Я могу выпить воду или яд. Но вот тут предел моей власти выбора. Я не могу выбрать последствия. Результат определен законами, которые непреложны и нерушимы. Есть еще и другой выбор у вас и меня. Мы можем решить верить в Бога и слушать Его или пойти своим путем неверия. Но и здесь снова мы не можем выбирать результат. Он определен вечным законом Бога. Сказавшего, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.